Итак, всем привет! У нас прогнозы на бундеслигу. Уже третий тур подходит. Его открывает сразу же Баруси Дортмунд Хофенхайм. Шмели в прошлом туре неожиданно уступили, ну как неожиданно, это неудобный соперник для них Фрайбрук. Они с которым постоянно регулярно теряют очки. То ничья, то могут потерять. Самое главное, что ударов с Творк было очень мало. Там 4 ударов всего. Один гол забили. Потому что Фрайбрук, в принципе, оборонялся целой командой. В принципе, ставил автобус целый перед воротами. Иногда выходили в контратаке, которые успешно заканчивались. Поэтому выиграли 2-1. Ну так бывает. А Хофенхайм не такая команда. Она более открытая, более зрелищная, веселая футбол, атакующая. И поэтому с ними как бы полегче играть они открываются. И поэтому у них по статистике за последние 5-10 матчей брать, это проходит чаще всего, обе забьют. Ну и тоже, если брать статистику за 5-10 лет, там проходит еще тотал такой 2,5 мяча и больше. Ну где-то там в среднем 2,5-3 мяча. Поэтому Дортмунд еще как бы дома редко проигрывает Хофенхайму. Там бывает, ну очень редко теряют очки. Поэтому первый мой такой ставка такая, что это как бы больше видится, что все равно фаворит здесь Дортмунд. Это победа первого и тотал больше 2,5 мяча. Коэффициент 1,8. Но можно выбрать ставочку еще такую нейтральную. Это как бы обе забьют. Плюс тотал больше 2,5. Там уже коэффициент чуть поменьше, но менее рискованно. 1,6. Ну и еще один вероятный тоже исход есть. Это победа Баруси и с преимуществом в 1-2 мяча. Что тоже КП. Достаточно вероятно, но более рискованно. Но там уже коэффициент 2,45. Так что выбирать вам. Я думаю, что все равно фаворит Шмеле. Вот. И следующий матч у нас Арминия-Айнтрахт. Арминия такой как бы, можно сказать, аутсайдер. Айнтрахт более середнячок. Вот. Ну, Арминия пока идет без побед. 2 ничьи. Поэтому очень мало забивают. Даже по прошлому году они и дома как бы забивают меньше 1 мяча в туре. И сейчас вот эти первые 2 тура показали, что в принципе ничего не меняется. Тоже как бы один мяч забитый. Вот. Айнтрахт некогда веселая команда. Сейчас распродала своих лидеров. И поэтому тоже пока форму не может дойти. И прогерши, и ничья. У них тоже очков очень мало. Поэтому. Ну, хотя в гостях Айнтрахт раньше по тому году как бы в принципе регулярно забивал 2 мяча. Вот. Я думаю, что здесь все равно фаворит как бы Айнтрахт. И мы с подстраховочкой такой возьмем исход как фора 2 мяча на Айнтрахт нулевая. Коэффициент 1,6. Так что смотрим Будус-Лигу. Борем за наших.